Опять же, в 1977 году на месте крепости Ингербук, она была уже на тот момент практически разобрана, из ее материалов, жилых зданий, были построены как раз новый корпус городового госпиталя и многие здания, и каменная облицовка Литератской керчи Святого Николая. До этого она была деревянной. Оставались вот эти вот ворота, казармы, которые проспект был расширен, все это было разобрано и построены красные казармы. Новый комплекс под нужды артиллерийской 23-й бригады. Сначала 24-й, а потом произошла ротация и 24-й поменяли на 23-ю. И до революции 1917 года здесь как раз на территории бывшей крепости Ингербук размещалась вот эта артиллерийская бригада. В это же время у нас появляется медно-литейный завод в Оренбурге и Егерская Слобода. Молодой архитектор Георг Гросс как раз защищает диплом, создав вот этот вот деревянный охотничий городок. Здесь жилые дома рассчитаны на 4 семьи, канцелярия, здание канцелярии и непосредственно охотничий комплекс. Это, проходите сюда посмотреть, это и здание конюшни, и здание и вольеры псарни, это ветеринарные клиники, это и различные подсобные помещения. Сюда же Олег уже император Александр II переводит из Петергофа царскую охоту, поскольку лесные угоди у нас хорошие, зверей, птиц очень много. У нас ферма и звериниц построены еще, Павлом Петровичем. И основной возраст переселенцев, егерей 70-х годов, 30-40 лет. Это молодые мужчины, имеющие семьи. Примерно по каким-то странным причинам в семье, в большинстве семей только четверть детей. Два мальчика, две девочки. Вот крайне редко детей было больше. Крайне редко. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с той же охотой. Но так или иначе, в это время Георг Рос строит здание для молодых холостых егерей, типа общежития, и здание для пожилых одиноких егерей, которых еще нет перспективы. Ну, их просто нет. Школа, здание, школа для детей, здание для медицинского обслуживания и так далее. Что такое царская охота? Это спектакль, который рассчитан на высоких гостей. Императорский спектакль. Здесь, для того, чтобы этот спектакль осуществился, государю-императору, государю-императору подается вот такой список облавы главному ловчеву, где прописаны все участники охоты и предполагаемая дичь или животные для охоты. А дальше начинается уже оформление, подготовка к охоте. Главный ловчий собирает егерей и выясняет, если государь-император летом пожилал поохотиться на медведя, возможно ли медвежья охота. Оказывается, что медвежьей охоты нет. По одной простой причине. В наличии только медведи все четверо медвежат. Или там двое медвежат. То есть количество медведей не предусматривает охоту. А вот зато кабану немеренное количество. И тогда главный ловчий отказывает государю-императору и предлагает ему альтернативу. Естественно, государю-императору приходится соглашаться, но куда деваться. И начинается подготовка уже к самой охоте. Это тренировка лошадей, прокладка маршрута, тренировка собак. Потому что за время отсутствия охоты лошади и собаки перестают уже чувствовать друг друга. Особенность нашего города по сравнению с другими пригородами. Дворцовая часть, это дворцовая часть. Причем дворцовый парк всегда был закрыт от посетителей. Для горожан при Александре Третьем был приведен в порядок приорадский парк. Он и раньше был. Но именно Александр Третий приказал поставить освещение на аллеях. Аллеи были приведены в порядок по английскому типу английского парка. И если вот сейчас даже, ну сейчас не очень хорошо, а вот весной, когда все зеленое, или осенью, по аллеям, если вы идете, обходите разные, разные, по разным дорожкам, каждый раз открывается совершенно другой пейзаж. Это действительно очень красивый внутри парк. Были мостики до Великой Отечественной войны, были различные беседки. Но, к сожалению, война прошлась по нашему городу очень серьезно, принеся очень много изменений. Вот город с его Варшавской железной дорогой, он автономный. Здесь и артели, и различные небольшие фабрики и заводы. То есть это промышленно и культурно, и имеющее образование, различные учебные заведения, город. Центральная, парковая часть отдельно, район Маринбурга и авиационная часть. То есть город, если вырезать вот эту дворцовую часть, он продолжает существовать. И наоборот. То есть дворец не был, и парк не был основной частью, как, например, в Орненбауме или в том же Павловске. Город не подчинен только заботам дворца и дворцовым парковым службам. Он живет еще и своей жизнью, городской жизнью. И пойдемте дальше. Сейчас мы немножечко останавливаемся вот здесь вот. Потом вы можете посмотреть, что собой представлял Сиротский институт, различные учебные заведения, Гатчинская женская гимназия. Вот это реальное училище, это школа номер 4. Причем в конце 19 века, когда открывался реальное училище, оно было, имело в своем арсенале самые, так сказать, передовые наработки для учебного заведения. Это открывающиеся по сигналу окна. Это меняющиеся доски и небольшой обсерваторий. Здесь был свой телескоп. Когда у нас, правда, выходят занятия школьников, я всякий раз сознаюсь, с издевкой спрашиваю, у вас есть в школе астрономический кабинет? Дети говорят, у нас нет астрономии вообще. А вот здесь, в реальном училище, занятия астрономией были заложены. И как только узнали в Сиротском институте о том, что в реальном училище есть телескоп, руководство Сиротского института сразу же побежало к изготовителям телескопа для того, чтобы иметь в своем арсенале переносной телескоп, который устанавливают на крыше. Очень много было церковно-приходских школ, но, вот, например, приходское училище императора Павла I, оно рассчитано было на беднейшие слои населения. Но при этом, при этом, здесь был театр. Вот совсем недавно нам повезло, нам передали фотографии театральных постановок. Это было общее для мальчиков и девочек. Церковно-приходское это для мальчиков. К сожалению, для девочек здание не сохранилось, у нас нет изображения. На территории, на улице Люцевска-Чкалова была открыта частная гимназия силами Василия Ивановича Табунчикова и его супруги Веры Георгиевны и дочерей выпускниц женской гимназии. Это была частная гимназия, где подготовка была очень-очень серьезной. Учительская семинария, готовившая мальчиков, только мальчиков. И вот в 1914 году, когда основная часть выпускников, а молодые люди были уже возраста 19 лет, 18-19, когда основная часть воспитанников ушла на фронт Первой мировой, здесь открыли и женское отделение. А потом это было преобразовано в педагогическое училище. Сейчас это базовая школа на проспекте. Во время Великой Отечественной войны здание практически было разрушено и было перестроено. Профессиональная школа, училище народного просвещения и так далее. А вот с различными интересными событиями были связаны имена Степана Дживецкого. Первое испытание подводной лодки Дживецкого на Серебряном озере. Вы, наверное, в курсе. Дело в том, что Степан Карлович, он человек, он, конечно, инженер, но он человек с совершенно потрясающим, нестабильным воображением. Сегодня он проектирует подводную лодку, завтра аэроплан, послезавтра автомобиль, послезавтра еще что-нибудь. То есть его инженерное существо постоянно генерило и постоянно что-то изобретало. А вот первая лодка, которую он продемонстрировал Александру Третьему и Марии Федоровне, и их придворных, она была, конечно, очень-очень интересным событием. В 1891 году на территории вот этого маневренного поля произошло еще одно событие, испытание винтовки Мосина. Первая винтовка Мосина и соперников была винтовка Нагана, Эмиля Нагана. Причем предтичей винтовки Мосина тоже был Наган. Он взял за основу его винтовку и, так сказать, по своим уже усмотрениям ее модернизировал. Но они, если их положить вместе, они очень друг друга напоминают. Вот посмотрите как-нибудь. Но в соревнованиях винтовка Нагана стала выигрывать. Она, скоростная стрельность была повыше, чем у Мосина. Она была полегче, чем винтовка Мосина. И когда уже соревнования чувствуются, заканчиваются, и не в пользу нашей винтовки, один из наших офицеров, а до этого прошел дождь, достаточно обильный, он берет винтовку Нагана и просто швыряет. О, уже здоровее. Ну, так вот. Затем ляг его. Пошевелил, подергал. Выхватывает. Не стреляет. Тогда он берет винтовку Мосина. Вот точно так же проделывает, хватает, она начинает стрельбу. И это стало решающим. Винтовка Мосина прожила очень долгую жизнь. Вы, наверное, в курсе. Не знаю, как девушка, но молодой человек должен знать. Она прожила, и ею пользовалась даже во время Великой Отечественной войны, и даже почти до 1950 года. С небольшой модернизацией в виде насадок дополнительных и так далее. В 1899 году уже Николаю II предлагает Санкт-Петербургский инженер-электрик вот такой набор городского транспорта. Кэбы зимнего, летнего вида и омнибус на 17 человек со скоростью 35 км в час. Впоследствии он модернизировал его и количество выросло до 25 человек. До этого на территории, прилегающей к дворцу от Балтийского вокзала он разместил вот такой вот аттракцион монорельс, вагончик, который курсил от царского павильона, который находился напротив, до императорского дворца. Это место, где сейчас поле футболы. Да, 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 совершенно верно. А там, где контора и вольер для большого тенниса, там была электростанция, дворцовая электростанция. Вот этот монорельс и вот эти виды транспорта электрические. Заправлялись как раз на той самой электростанции возле дворца. То есть это мобильники фактически. Причем зарядки омнибуса хватало на 6-8 часов без подзарядки при скорости 35 км в час. Николай II он был известен своей любовью к технике. Он, естественно, был очень-очень впечатлен всем. Тем более, что на тот момент уже готовился к отправке во Францию вот этот вот комплекс монорельса. Он заказал 92 комплекта. Оплатили двина. Оплата пришла на 23 комплекта. 12 выпустили. А все остальное неизвестно, куда делось. Ну, в наше время это очень хорошо известно. Ну, вспоминаем этот Зенит, Арена Зенит или Зенит Арена. Вот строили-строили, наконец построили. Но вот этот комплекс все-таки недополучили. А что касается монорельса, то его разобрали и перевезли во Францию на всемирную выставку в Париже, где Гатчина была удостоена приза как самый благоустроенный город, европейский город среди малых городов Европы. Вот мы такие вот можем и этим похвастаться. В Гатчине же поселился в конце 19 века у своего как сначала как химик, выпускник Политехнического института Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Известный фотограф, известный фотограф, который изобрел цветную слайдовую пластинку и очень быстро перешел на слайдовые пленки. С помощью цветных насадок на фотоаппарат как раз. Красное, желтое, зеленое. Вот у него были 2-3 насадки. И Сергей Прокудин-Горский. Продолжение следует... Продолжение следует...